Одно из старейших предприятий, несмотря на все трудности, работает, выпуская небольшими партиями бронежилеты, ремни, рюкзаки, сумки и спальники. На фабрике большая часть оборудования законсервирована. На нём могут работать ещё 500 человек. Мы подготовили план мероприятий для того, чтобы можно было переконструировать. Почему? Потому что оборудование уже устарело. Порядка 25-30 лет этому оборудованию. Необходимо новое оборудование. Необходимо улучшить условия для работающих. И питаем надежды на то, чтобы найти инвестора, чтобы он помог нам это всё внедрить и готов выпускать. Чтобы уберечь предприятия от банкротства, производственные площади сдают в аренду. Здесь работает колл-центр предприятия по пошиву школьной формы и разные организации. С сотрудниками Валерий Аксёнов обсуждал актуальные вопросы в сферах логистики, налогообложения и развития предприятий. Под лежачей камень вода не течёт. И всё это делается. Значит, восстановление промышленности будет тоже происходить, но уже в мере, в рамках экономического пространства, которое сегодня сейчас. А мы работаем сегодня в рынке. Без промышленности в Крыму, Крым не только на одном отдыхе далеко не уедет. Также Валерий Аксёнов затронул вопросы социальных гарантий и выплаты достойной заработной платы. Ксения Яснова, Пётр Смолов. Время новостей. Казахстан